Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, состоялось во Дворце культуры железнодорожников. Лица этих людей не просто знакомы буявлянам, а стали уже родными. В небольшом городе люди часто встречаются и почти все знают друг друга в лицо. Но кроме этого, буйские ветераны – это еще и фундамент и гордость любого предприятия. Их знают по славным трудовым достижениям. В зале наряду с ветеранами собралось много молодежи. Тех, кто примет эстафету от старшего поколения в деятельности, направленной на развитие и процветание города, кто продолжит традиции. Присутствовавших приветствовал глава города Валерий Катышев, отметивший, что связь поколений, живущих в Буе, неразрывна. Молодежь достойно продолжает дело в разных сферах жизнедеятельности, начатая теми, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Именно крепкая связь поколений и есть залог успеха работы городских предприятий, учреждений, общественных организаций. Уважаемые наши ветераны, дорогие дети, сегодня неспроста в этом зале присутствует много детей и много ветеранов. Мне бы сегодня вам хотелось сказать большие слова благодарности за ваш вклад в экономику нашего города, в его развитие, потому что только благодаря вашей поддержке, вашему участию в городе совершаются перемены. Город буду устраиваться, становиться лучшей, красивей. Это свидетельствует для тех, кто сидит тоже в этом зале, для нашего молодого поколения, для наших детей. Но сегодня в преддверии праздника мне бы хотелось пожелать всем крепкого здоровья, крепости духа и молодости души. Потому что именно ветераны, обладающие большим жизненным опытом, прожившие большую жизнь, нас двигают на самое благое дело, которое мы делаем, чтобы город становился другим. Сегодня я вам хочется еще раз большей слова благодарности и надеюсь всегда на вашу поддержку, потому что те у вас структуры, которые созданы, Советы ветеранов, всегда активно очень участвуют в общественной жизни города. И я думаю, что они будут продолжать это всегда. Спасибо всех с праздником, крепкого здоровья, счастья и удачи. Активно работает в городе и районе Совет ветеранов. Его председатель Лидия Кузнецова также поздравила старшее поколение с праздником. Совсем незаметно, как в этих годах мы появились в новом статусе – пожилые люди. Это очень уважаемые люди. Не случайно же, наряду с красными датами календаря, памятными датами, в недавнем прошлом ведем день пожилых людей. Это дань уважения к людям старшего поколения. И этим праздником предусматривается обращение ему маленько к общественности, к нуждам пожилых людей. И напомнить еще раз молодежи, что надо очень внимательно относиться к людям старшего поколения. Я хочу сейчас от вашего имени сказать очень лёгко слова благодарности Валерию Васильевичу, что он такую высокую оценку дал вам, ветеранам. Спасибо, Валерию Васильевичу. Мы и дальше будем служить нашему родному городу. Ну, а совет ветеранов, конечно же, хочется пожелать вам, чтобы каждый день в вашей жизни был тёплым, благородным, добрым. И чтобы никогда, ни в один день к вам не приходило горе и какая-то неудача. Всех вам добрых благ, тепла, здоровья. Берегите себя. Вы очень-очень нужны городу. Наш золотой фонд города. Спасибо. Активная жизненная позиция ветеранов – пример для подражания молодым. От Молодежного совета при Думе городского округа город Буй слово было предоставлено учащейся школы номер один Кристине Ширяевой. Сегодня в этом зале мы отмечаем один из самых светлых и трогательных праздников – День добра и уважения. Международный день пожилого человека. Сегодня у нас, молодёжи, есть замечательная возможность обратиться со словами благодарности к старшему поколению, к своим родным и близким людям. Каждое поколение сдаёт свой экзамен на прочность и по-своему проходит его. И настаёт тот час, когда в полной мере надо взять на себя, на свои собственные плечи, всю полноту ответственности за своё будущее и будущее нашей страны. Но без опыта старшего поколения, без ваших поддержки и советов, сделать правильный выбор, найти правильное направление развития – просто невозможно. Вы учите нас истинному патриотизму и гражданственности. Спасибо за ваш добросовестный и самоотверженный труд, накопленный опытом, который мы постоянно пользуемся. Вы именно те люди, которые порой совершенно незримо наполняют теплом и вниманием каждый наш день, кто всегда пристережёт от неверного шага необдуманного поступка. В чём присутствии, всегда, как в детстве, мы чувствуем себя беззаботно, тепло и уютно. Наши сердца полны уважения, благодарности и любви к вам. Желаем вам крепкого здоровья, внимания и заботы близких людей, активной жизненной позиции. С праздником, добра и уважения. Благодарственными письмами и денежными премиями за участие в 4-й областной спартакиаде «Бодрость и здоровье», состоявшейся в Костроме 19 августа, была награждена наша команда, занявшая 4-е место. В её составе Вера Васильевна Перфилова, Ольга Васильевна Чупилова, Валентин Александрович Сахаров, Юрий Леонидович Селенин, Николай Иванович Серов, Василий Михайлович Ковалевский, Александр Львович Смирнов. Грамотами и медалями за успешное выступление на областной спартакиаде ветеранов были награждены Юрий Леонидович Селенин, занявший 3-е место в многоборье ГТО, 3-е место в кроссе на 500 метров и 1-е место в летнем палеотлоне среди мужчин в возрасте от 65 до 69 лет. И Ольга Васильевна Чупилова за 3-е место в летнем палеотлоне среди женщин старше 60 лет. Дорогие товарищи, разрешите от Кузького Злового Совета поздравить присутствующих в этом зале с Днем пожилого человека. В России этот праздник восемьерско отмечается с 1991 года. На наших железнодорожных структурных предприятиях везде численностью от 20 человек и более созданы Советы ветеранов. Через Советы ветеранов мы осуществляем постоянную и ежедневную связь. Наш колдинг ОАРЖД России специальным шестым разделом коллективного договора на 2018-2019 год предусмотрен социальные льготы. И они сполна ежедневно выполняются. Спасибо президенту нашей компании, спасибо вам. Желаю здорового, активного долголетия, учащихся в спортивных соревнованиях. С удовольствием праздником Днем молодого, зрелого человека. Их так держать, дорогие наши ветераны, конечно. С удовольствием поздравляю вас, дорогие ветераны, с таким замечательным праздником. И призываю всех перешагнуть через свои проблемы или даже, может, такая леность, лень. Или участвовать в физкультуре, в спорте, начинать с малого. Это очень-очень помогает предотвратить очень многие заболевания и даже вылечивать их и восстанавливать все. И самое огромное, что она дает, это чувство радости, чувство активности в жизни. Мероприятие с концертной программой называлось «Пусть будет теплой осень жизни». В этих словах и заключаются все многогранные пожелания боевлянам старшего возраста. Продолжение следует...